приветствую зрители гости подписчики канала как-то был видеоролик на тему контрактура передних ног у жеребят что это такое это когда жеребята рождаются с загнутым копытом в общем из-за чего это случается я тогда объяснил из-за того что кобылы во время жеребости содержатся в ненадлежащих условиях и при плохом кормлении при плохом освещении вот и после этого были обсуждения в комментариях после чего я решил записать видеоролик продолжающую эту тему а почему же случается так что же ребята рождаются сначала нормальные у них все хорошо а потом в два в три месяца и даже всем даже в годовалом возрасте копыта начинает потихоньку загибаться почему так происходит какая причина во первых причина заключается в том что в зону риска попадают жеребята те которые родились рано весной и кобылы во время жеребости не получали в полном объеме необходимого питания полезных микроэлементов и жеребята которые родились в апреле либо в марте начинают получать в молоке большое количество кальция так как трава сочная у кобылы много молока и трубчатые кости начинают очень быстро расти а сухожилия не успевают за ними расти и вообще в этом возрасте уже ребят там 3-4 месяца очень длинные ноги и короткая шея и для того чтобы им пощипать траву им приходится наклонять голову и на одну ногу становиться в общем другую ногу подгибать и и получается копыта начинают загибаться жеребята ходят как на ходулях в общем чаще это встречается с передними ногами еще эту болезнь называют травяное копыто с травой она связана очень косвенно его называется из-за того что период пастбище чаще вот на пастбище который жеребята у них это вся проблема возникает копыта загибается вот но бывает и задние копыта но это реже у меня было такое у одного жеребенка в этом году летом задние ноги были как на ходулях потом ближе к осени все исправилось все нормально вот в общем объяснить это можно еще тем что нарушен обмен веществ профилактика этого заболевания это хорошее кормление кобыл во время жеребости вот некоторые путают говорят что это проблема генетического заболевания якобы близкородственное скрещивание нет мой ответ на это нет это с этим не связано вот обязательно нужно содержать лошадей чтобы у них всегда в доступе был была соль кобылы кормящие жеребят особенно нуждаются соли я в общем загоне ставлю большой бак в этот бак насыпаю соль обычную поваренную соль я знаю некоторые скажут что нужно уложить лизунец или каменную соль я замечал такое что лошади просто от них подходят им чтобы получить дозу соли им нужно ее лизать стоять а в это время другие лошади стоят и боятся подойти потому что у них тут социальная иерархия и так далее а когда рассыпная поваренная соль она быстро хапнула свою дозу и ушла другая подошла поэтому я считаю поваренная соль рассыпная как бы лучше в этом плане ну конечно можно лоток сделать большой длинной чтобы все могли спокойно подходить все в общем в общем есть такая болезнь она называется травяное копыто с этим разобрались ладно спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока